Дорогие мои, я вас снова приветствую! Я надеюсь, вам не надоело видеть меня с той же прической уже третье видео подряд, потому что я решила все и сразу. То два месяца меня не было, то записываю сразу много всего того, что я хотела записать. И сегодня я к вам пришла с видео «Мои фавориты марта». Немножко мы проскочили февраль, были фавориты января, не было фаворитов февраля, потому что я отсутствовала временно из-за неполадок с микрофоном, дел и так далее. Но в марте я решила не пропускать, поэтому поехали с фаворитами! Первый фаворит это то, что у меня так много спрашивали после моего влога из Гены. Это вопрос, что у меня было в пакетике, когда я говорила, кто счастливая девочка, я счастливая девочка. Почему? Потому что я уже несколько лет заглядывалась вот на эти духи. Это... Ой, господи, как много солнышка. Это Том Форд. Том Форд, Нуа де Нуа. Что я могу сказать? Я никогда в жизни не нюхала, не пробовала, не слушала таких вкусных духов, такого букета, такой насыщенности, такой страсти в этом аромате. Я ни в одном аромате в жизни не чувствовала. Поэтому я о них мечтала очень долго. Есть вещи, на которые я легко трачу деньги, это как сумки, обувь. А есть вещи, на которые по непонятным мне причинам мне это сделать сложнее. Одна из таких вещей для меня это духи. То есть я легко могла всегда отдать там 30 евро, 50 евро максимум, да, за духи. Но, когда речь идет о 200 евро, то как-то рука не поднималась. И я каждый раз приходила в Риношента, это торговый центр в Милане, и слушала их каждый раз, пробовала, восхищалась. Но каждый раз уходила с пустыми руками. Потому что рука даже с кредиткой, хотя по ней кажется проще платить и легче расставаться с деньгами. Мне как-то было жалко всегда на духи, но настал тот момент, спустя 6 лет, когда мне преподнесли их в подарок. Потому что я уже так прожужжала уши всем этими духами, и родителям, и мужу, и всем подругам. Мне кажется, все знают, как я люблю и хотела эти духи на протяжении долгих лет. Так странно звучит, когда человек покупает сумки там больше, чем за 2000 евро, да, и не может разориться себе на любимые духи. Но такая я странная. Я их очень-очень долго хотела, и, наконец-то, Федерик привел меня за ручку и сделал мне такой подарок. Это духи, еще раз повторюсь, Tom Ford Noir de Noir. Я не знаю французский. По-моему, это французский, да? Поэтому я могу неправильно произнести, но обязательно, если у вас есть такая возможность, зайдите в Корнер Том Форд и понюхайте. Одного его пшика мне хватает на то, чтобы нанести его сюда, сюда и сюда. И аромат держится больше, чем сутки. То есть вот я держу его в руке, и у меня просто вся комната уже пропиталась этим ароматом. Я очень заострила внимание. Поехали дальше, и буду говорить уже быстрее. Вторым пунктом я хочу пустить вот эти замечательные подвески, которые не стоили мне практически ни копейки, но которые я ношу просто каждый день, не снимая или одну, или другую, или вместе. Кстати, в видео про косметику Kiehl's на мне была вот эта подвесочка. Так, это подвесочка номер один. Вот такой вот кружочек. Похоже на карму подвеску, если вы знаете такую, но немножко другая. И вторая подвесочка золотистенькая. И тут кружочек, и на нем висят три такие палочки еще золотистые. Они очень круто смотрятся вместе, несмотря на то, что одна серебряная, другая золотая. Я, собственно говоря, так и задумывала. Я одну застегиваю на дальнюю застежку, одну на ближнюю. И смотрится это приблизительно вот так. То есть у меня большой шарик, а под ним висит маленький шарик и такие палочки золотистые. Нравятся безумно. Спала бы в них, были бы они натуральные. Но, к сожалению, это просто железячки. Стоили они, мне кажется, евро по пять каждая. И это H&M, может быть, даже по два. Я не помню, если честно. Я помню, что они стоили очень мало. Это H&M, и если вы поищете в своем H&M, в своем городе, думаю, что вы их найдете. А если не найдете, или если вы не хотите H&M, хотите что-то другое, я внизу на все продукты, которые я буду озвучивать в этом видео, я оставлю обязательно ссылочки. Третий мой фаворит я показывать вам не буду, потому что он уже на мне. Вы видели, опять же, в Инстаграме, и многие спрашивали, что это, откуда это. Это такое черное боди от Asos. Оно закрывает где нужно и открывает все остальное. У него еще прозрачная спинка и очень красивый такой цветочный апплик дизайн. И обязательно оставлю вам ссылочку на него внизу. Я помню, что я купила его на сейле за какие-то совершенно смешные деньги. И очень надеюсь, я еще не проверяла, но очень надеюсь, что оно еще есть в наличии. И надеюсь, что есть в вашем размере, если вам она понравилась так же, как и мне. Я его ношу с брюками на высокой талии, с джинсами, с юбкой-карандаш. Оно, вау, просто универсальнейшее, удобнейшее и очень эффектное. Четвертый фаворит это вообще не вещь. Это опять сериал. Я и в прошлых фаворитах говорила про сериал, и в этих скажу. Сейчас вообще нечто безумное происходит, потому что мы начали с мужем пересматривать с первого сезона X-Files. Вы помните такой сериал? Эта мелодия, которая звучала в этом сериале, она отпечаталась в мозгу на всю жизнь с детства. И Малдер и Скелли, Скелли, Скелли по-итальянски Скелли, я не помню, как по-русски уже. Но суть не в этом. Суть в том, что это сериал из детства. И хочу заметить, что несмотря на то, что он снят очень давно, что спецэффекты там достаточно скудные, потому что тогда еще даже не было сотовых телефонов, когда начинали снимать этот сериал. Несмотря на все это, он снят настолько достойно, что я смотрю его, и у меня нет ощущения вот этой картонности, знаете, когда там зомби картонные в старых фильмах ходили. Нет, он очень-очень круто снят, он очень интересный, игра актеров фантастическая. И мы уже на третьем сезоне, а сезонов 10. Так что я еще долго буду смотреть X-Files. И если вдруг я вам напомнила о чем-то из вашего детства, и вы захотите пересмотреть, то welcome, все, кто X-Files. Пятый фаворит, это тоже вовсе не материальный. Как вы знаете, я ездила в Самару в конце февраля, в начале марта в Москву, в Самару. В Москве я виделась со своими подружками, мы замечательно вечера проводили вместе, гуляли, веселились. Потом я улетела в Самару, и была в Самаре недели две или три, и провела очень много времени с родителями, и семейные вечера, и это все так тепло, так здорово. В этот раз я плакать не буду, потому что у меня родители приезжают совсем-совсем скоро в гости, и мы поедем с ними на Амальфийской побережье на несколько дней на море. И потом мы поедем в Рим, где мы встретимся уже с Федерикой, с его родителями, и будем проводить время все вместе. К этому времени мне должна уже прийти новая камера для влогов, и я буду обязательно вам все снимать, все покажу и расскажу. Фаворит номер шесть, но вы нематериальный, надеюсь, я вас не сильно утомляю этим. Это начало свадебного сезона для меня. Уху! Так круто! Потому что я, наконец-то, рада не только отвечать на мейлы, но и снимать. Я уже отсняла первую свадьбу в Тоскане в этом году, первую love story в Венеции, и на самом деле мой фотобизнес развивается так здорово, так вообще круто, потому что в этом году я лечу снимать в Грецию, я лечу снимать в Португалию, я лечу в Германию, в Кельн, и еще я лечу в Америку. Да, вы представляете, фотографы из Италии заказывают снимать в Америку, и я буду снимать в Калифорнии замечательную пару, которым я снимала в прошлом году love story в Венеции. Точнее, не love story, а engagement, то есть обручение, грубо говоря, они были в отпуске по этому поводу, и на следующий год у них должна была быть свадьба, и в итоге я им так понравилась, и я сама влюбилась в этих ребят, что после того, как они получили фотографии из своей love story, они мне сказали, Даш, у нас безумные идеи, но мы бы очень хотели, чтобы ты снимал нашу свадьбу в Америке, согласишься ли ты приехать? И я сказала, конечно! И мы заодно с Федерикой решили, что раз такая ситуация, то продлим себе мою работу дополнительным отпуском, и мы будем две недели путешествовать по Калифорнии в июне, и оттуда будет миллион видео! Следующий мой фаворит, вы тоже про него много спрашивали, это карандаш для губ Make Up For Ever, и это такой вот замечательный карандаш, который из серии, наверное, Aqualip, то есть вы можете кушать, целоваться, облизывать губы, а он будет на месте. Самый крутой в нем это цвет, он немного грязно-розовый, но он идеально розовый, я бы сказала, У меня цвет губ моих совпадает на 99% с этим карандашом, но в чем проблема? Когда я наношу Make Up, когда я наношу тональный крем, всякие корректоры, пудры, все это немножко стирает границы губ, и вот этим карандашом я заново рисую себе все губы, можно сказать, поверх, то есть он восстанавливает поверх мейкапа цвет моих губ и делает его чуточку интенсивнее и более очерченно. Цвет это 1С, по-русски 1С, а так будет 1С, да, и советую, 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 10 тысяч миллионов раз, я им пользуюсь на постоянной основе, очень часто я его наношу на губы, а сверху пальчиком чуть-чуть блеск, если мне хочется более блестящую текстуру, и таким образом, когда я съедаю блеск, у меня все равно остаются губы не бесцветные, а с вот этим карандашиком, а когда мне хочется матовые, как сейчас, например, то, да, он мне сейчас на губах, когда мне хочется матовые, как у меня сейчас, например, губы накрашенные, то я наношу только этот карандаш и все. Следующий мой фаворит, он очень необычный, это вот такая вот замечательная штучка, это такой стикер-бук от Bandu, купила я его на Asos, ссылочка будет внизу, я в последнее время сошла с ума по ежедневникам, стикерам. Даша вернулась в детство, если вам интересно будет послушать про мой ежедневник и все мои принадлежности к нему, обязательно напишите мне, я сделаю такое видео. Так вот, это мои новые стикеры, они очень классные, они такие, как, блин, буду сейчас как старушка говорить, они молодежные. Тут всякие лаки для ногтей, я не знаю, прически, кофе, туду-листы, буков, всякие интересные словечки, и филеобашня, опять же. Тут очень-очень много страничек и очень много крутых стикеров. Вот такого стикер-бука, мне кажется, хватит на несколько месяцев введения ежедневника, и они достаточно недорого стоят по сравнению с теми стикерами, которые я видела в сети, и они гораздо более стильные, чем почти любые стикеры, которые я видела в сети, и плюс ко всему хорошему, они продаются на любимом ASOS, и я не могла их не купить, просто не могла. Следующий мой фаворит, опять же, нематериальный, это тот факт, что в Италии лето. Ребята, лето! То есть на улице больше 30 градусов, я выхожу, стелю полотежку, укладываюсь сверху в купальничке и загораю. То есть у нас так тепло, что у меня лето в начале апреля. Вау! Далее идет очень странный фаворит. Многие бы сказали, какой кошмар, ты лежала в больнице, это же так ужасно, лежала в больнице. А у меня это наоборот фаворит. Почему? У меня были серьезные проблемы со сном. Я засыпала под утро, часов 5-6 утра, и просыпалась после обеда, и это очень тяжело. Это очень разлаживает ваш график. И я в таком ритме жила уже много лет. И я поняла в определенный момент, что с этим нужно что-то делать. И я сама добровольно, меня никто не посылал, пошла в больницу, рассказала свои проблемы, естественно, в неверологию, потому что где еще будут лечить вам проблемы со сном. И мне сказали, ложись, деточка. И я полежала недельку в больничке, мне делали системки, кололи витамины, и восстанавливали режим. Я оттуда практически не выходила, и там мне, допустим, вечером немножко какого-нибудь снотворного давали, и я засыпала в нужное время, в полном покое. Я неделю, можно сказать, провела в санатории. Это было так здорово, то есть у меня были массажи каждый день, я прошла все анализы базовые, которые там, я не знаю, кровь, всякие УЗИ, МРТ сделала головного мозга, узнала, что у меня все в порядке, успокоилась. Но что самое главное, когда я вышла оттуда через неделю и приехала домой, я начала вставать в 7 утра без будильника. Без будильника, ребят, я без будильника! Я себя знаю сама 27 лет. Я ни разу в своей жизни не встала без будильника. Ни одного раза! И всего лишь за неделю классного режима в больнице и всяких витаминочек, которыми меня напичкали, я стала другим человеком, я встаю рано, я ложусь в 12. Я ложусь в 12! Мне слышать это из своих ушей странно. Но это факт, и я этому безумно рада. Следующий фаворит, опять же, я вам не покажу, потому что он уже на экране. У меня новая стрижка, как вы видите, волосы постепенно отрастают, у меня уже такое легкое коре, наверху они, конечно, покороче, но так у меня уже достаточно корешка и очень длинная челка, и я всякие разные укладки делаю, и это очень классно. За стрижку спасибо Яночке! Кто из Самары, обязательно идите к ней. Это Яна, мастер в салоне космотека. Вот, каждый раз у меня стригусь, кто спрашивал. Из этого пункта следует вопрос. Я перед летом не могу решить, отращивать мне волосы дальше или опять стричь пикси. Поэтому отпишитесь мне, что вы думаете об этом. Очередной фаворит. Я уже несколько месяцев не могла себя заставить начать снова тренироваться, потому что тело мое потеряло форму, а скоро ехать в Калифорнию. Я такая, значит, выхожу в Лос-Анджелесе на пляж со своими посленовогодними жирочками и телесами. Но это будет, по крайней мере, комично. Рядом со спасателями Малибу в красных купальниках, идеальными телами, белозубыми улыбками и ровным загаром. И я такая, располневшая после Нового года. Не суть. Не буду я о проблемах. Радость в том, что я начала снова заниматься, и у меня снова спорт шесть раз в неделю. Тем более я надеюсь привести себя в порядок хотя бы за несколько недель перед Амальфой с родителями. И уж тем более я приведу себя в порядок перед июнем и штатами. И еще одна радость-нерадость. Это и радостно было, и грустно. Если вы давно за мной следите, вы знаете, что у меня есть одна просто сумасшедшая, классная сумка CELINE CLASSIC BOX в таком классическом красном темном цвете. Но что как бы случилось? С ней ничего не случилось, но я ее продала. Я решила это давно, я долго думала, и я поняла, что так нужно. Потому что я ее за два года, наверное, взяла с собой раз пять всего. По той простой причине, что у нее настолько нежная кожа, что если, не дай бог, вы кончиком ногтя дотронетесь до этой сумки, дотронетесь, я не говорю обдирать ее, просто дотронетесь, на ней останется царапина, которая никуда не денется потом, и сумка вся потом будет в белых царапинах. Когда я поняла, что у меня их уже несколько, просто от того, что я ее трогаю, пальцем появляется царапина. Я поняла, что когда-нибудь я куплю себе эту сумку в питоне, в какой-то экзотической коже, которая не будет так царапаться, а эту сумочку мне пришлось продать. И на ее замену, на вырученные, так сказать, деньги, добавив еще немножко, я планирую купить себе классическую Шанельку. Да, вот такие вот новости и изменения. Одну сумку заменила другой. Надеюсь, вам это так же интересно, как и мне. О, пока не забыла, я в последнее время подсела на один очень классный сайт, где продаются люксовые вещи, БУ, так сказать, и Винтаж. Я внизу вам оставлю ссылку, я оттуда скоро буду очень много заказывать. И да, такая чуть-чуть самореклама. Я также оставлю ссылку на свой профиль на этом сайте, где я продаю свои какие-то вещи, свои сумочки, свои туфельки. Возможно, вам что-то приглянется, и вы захотите это себе, и эта вещь будет жить у вас и радовать вас, а не меня уже. Последний фаворит – это любимая кожаная куртка Акне Мейп. Я так ждала, чтобы снова ее носить, потому что было до этого холодно, я вообще мерзлячая, я обычно практически из пуховика потом переключаюсь на куртку. И я так рада. То есть ощущение кожанки на теле вечером у меня дает мне вкус лета, вкус какой-то свободы. И я одеваю эту кожанку, какие-нибудь темные очки, и чувствую себя просто на миллион. Я вам могу сказать, что я очень долго думала покупать мне эту куртку, потому что я о ней очень долго мечтала, но она безумно дорогая, просто некрасиво дорогая, скажем так. Но я все-таки решилась, я ее купила, и я не пожалела ни об одном потраченном на нее евро. Это такое вложение, мне кажется, эта куртка будет служить мне всю жизнь. И я теперь мечтаю еще об одной, о рыжей или о бежевой, или о серой. Может, как раз на этом сайте, который я вам рассказала, я там ее и куплю. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы смотрели это видео, и обязательно не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, любите себя, делайте листы своих фаворитов, потому что это скрашивает жизнь, это скрашивает осознание того, что месяц прошел недаром, и в этом месяце было что-то прекрасное. Я всех целую, до скорых встреч, пока-пока!